Всем привет дорогие друзья! Сегодня к нам на обзор попала игра о судьбе которой мы ничего не слышали аж целый год. Ведь показана она была аж на презентации пятого айфона, что в 2012 году. И вот она наконец-таки появилась, пусть и пока только в сингапурском App Store. Совершенно бесплатная и без дикого доната. Давайте же взглянем на этот гениальный шедевр. Кламзи Ниндзя, поехали! Итак, знакомьтесь с неуклюжим Ниндзей. Он представляет из себя новое поколение интерактивных персонажей. С ним вы можете делать все, что вы хотите. Бить, чекотать, передвигать его, привязывать к нему воздушные шарики и многое-многое другое. Но прежде всего вам нужно его тренировать. Ведь не просто же так его зовут неуклюжим. А надо это ему, чтобы спасти его возлюбленную, как бы смешно это ни звучало, Киру, которая неизвестно куда пропала. В игре вы будете выполнять различные задания, за которые вы будете получать монетки и опыт. А при переходе на новые уровни вы будете получать новые пояса от сэнсея. То есть в игре все гениально, понятно и просто. Вам дают задания, вы их выполняете. Затягивает просто нереально. Причем тренировать его вам надо будет не только боевым искусством, а например и вежливости, ловкости, хитрости, внимательности и так далее и тому подобное. Благодаря тренировкам наш неуклюжий ниндзя превратится вовсе в не неуклюжего, а ловкого и сильного, изучая новые приемы и специальные движения. В игре вы встретите примерно 70 уникальных интерактивных элементов, типа батутов, боксерских груш и что не совсем типично, куриц и белок. Также по мере прохождения и получения опыта ваш ниндзя поедет в новые места, будет играть в другие игры, познакомиться с новыми персонажами, будет выполнять их задания и разблокировать новые предметы. Костюм нашего героя можно полностью кастомизировать. Пояс, повязка и само кимоно. Кстати игра нагнала на меня ностальгию, ведь когда-то я дошел до зеленого пояса в карате, но увы пришлось прекратить из-за проблем с сердцем. Кстати, также ниндзя очень любит, когда его фотографируют, особенно во время выполнения трюков, так как якобы эти фотки отправляются его родителям. Но от нашего лица их можно шерить куда угодно. Персонажи запрограммированы так, что кажется как будто они настоящие, настолько развит интеллект. С лица реально не слазит улыбка, и поверьте не только у меня, те кто и постарше тоже под впечатлением. Все это обеспечивает новый движок Euphoria Simulation Technology, это первая игра в которой он был применен. К сожалению, пока игра доступна лишь только в сингапурском App Store, когда появится в остальных, честное слово, без понятия. Может и завтра, а может и через месяц. Но в любом случае советую вам попробовать, гарантирую, что вы залипнете тут надолго. А на этом, пожалуй, все. Спасибо, что смотрели, комментируйте, оценивайте видео, а то в последнее время что-то многие ленятся. Половьте меня в Твиттере и Инстаграме, ну и конечно же вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Apple Expert, всем ниндзю, до скорых встреч!